Меня зовут Андрей Власовских. Я из Санкт-Петербурга. Я работаю в компании JetBrains и занимаюсь я вот такой вот средой программирования PyCharm. Это, собственно, почему мне интересно присутствовать на конференциях по Python, рассказывать про него, потому что я разработчик IDE для этого языка. И к тому же я достаточно долго программировал на Python на моем предыдущем месте работы и очень люблю, уважаю этот язык. Ну вот пару слов просто про PyCharm и DE с поддержкой современных веб-фреймворков. Не так давно мы к Django и Google App Engine добавили поддержку, о чем нас просили пользователи. Поддерживать не только Python, но и всякие другие языки, в том числе для клиентской веб-разработки, включая современные, там, CoffeeScript для форматирования LES, SAS и так далее. Вот, просто немножечко реклама. Но мы здесь не для этого собрались. Мы собрались здесь для того, чтобы обсуждать, что же такого динамического можно делать в Python, и когда это делать нужно, а когда нет. Вот, вообще говоря, на эту тему было уже несколько докладов на разных конференциях, связанных с Python. В частности, вот два доклада я могу вам порекомендовать. Один от Армена Ронехера, небезвестного, другой на конференции в Америке. Был представлен в Техасе про метапрограммирование в Python. Там рассказывал детально, как это нужно делать, то есть какие средства, какие механизмы, как они устроены внутри. Вот, в этом докладе я больше сконцентрируюсь на вопросах, на вопросе, зачем это надо, что это дает, и когда вот это использовать, когда не использовать. То есть я предполагаю, что у всех хоть какая-то степень знакомства с этими вопросами есть. Если нет, ну, извините, лучше послушать там какие-то еще доклады, вот, предварительные. Так что если среди вас есть совсем новички в Python, то, возможно, этот доклад не совсем для вас. Но, тем не менее, продолжим. Значит, некоторое время назад в блогах появился такой интересный блокпост от работников Google, тоже достаточно известного программиста, который ввел заметки по тому, как программисты относятся к вопросам свободы и безопасности. И он проводил аналогию с американской политической системой. То есть в американской политике, как вы знаете, есть две только большие партии, не то что у нас в России и в Украине. Там у них всего две партии. Одна из них демократическая, они как бы считаются либералами, другая консервативная партия, они, соответственно, консерваторы. Ну вот, в этом докладе немножко политики, но сам доклад, естественно, будет про Python. И вот этот автор предлагал разбить все языки вот по такому политическому спектру. То есть какие из них представляют левые либеральные силы, какие представляют правые консервативные силы. Значит, у либералов, напомню, главная такая, не знаю, главная ценность, которая они больше всего ценят, это личная свобода. Вот если кто-то мне что-то не дает сделать, если кто-то мешает моей свободе, не дает мне высказываться по любому поводу, который я хочу вести себя так, как я хочу, значит, вот это мой враг, и я должен все делать, чтобы наконец-то расширить свою свободу до тех пор, пока мне этого захочется. В то время как консерваторы — это люди, которые, не знаю, опасаются, что что-то может пойти не так, что, не знаю, существуют какие-то угрозы в мире, мир — это вообще опасная достаточно вещь, и должны быть какие-то барьеры, какие-то ограничения, которые сдерживают общество, социум от всяких разных страшных явлений. От терроризма, от каких-то, я не знаю, связанных с безопасностью вещей, с тем, в общем, что не нравится либералам, поэтому они друг другу противостоят. И вот по политическому спектру, в кавычках, если разделить языки, то вот самыми либеральными языками, вообще в либеральную категорию попадают те языки, в которых есть динамическая типизация, а в очень консервативную категорию попадают языки со статической типизацией. То есть это в некотором смысле является такая очень показательная вообще вещь, типизация языка. Динамическая типизация — это, в общем-то, с точки зрения консерватора, ее полное отсутствие. То есть вы, в общем, делаете все, что хотите, а что там в рантайме произойдет, это уже ваше личное дело. То есть, в общем, это здорово, это хорошо, и вот Python как раз к категории таких именно языков относится, к языку, где все разрешено, казалось бы. А консервативные языки там нет. Вот если вы компилятору не докажете, что тут у вас ничего не может пойти не так, как надо, до тех пор программа у вас не скомпилируется. Но есть некоторый спектр, и вот Python, он находится ближе к середине этого спектра. Вот все-таки либеральный язык, но ближе к середине. Вот мы обсудим почему. Ну вот яркие примеры, это там, не знаю, Ruby, в котором очень любят использовать monkey patching, то есть замену одних объектов в модуле, на другие объекты в модуле их расширения, например. А на другой части спектра, в разряде ультраконсервативных языков, находятся такие языки, как Haskell функциональные, о которых тут недавно упоминали. Там, где вообще написать программу, чтобы она скомпилировалась, нужно потратить целый день. То есть у нас в Python обычно как? Напишешь немножко, запускаешь, о, что-то там сломалось исключение, надо поправить. Так раз, что-то еще написал, опять какая-то ошибка, поправили. То есть во время выполнения в Haskell наоборот. То есть пока программа не скомпилируется, в общем, вы вообще ничего не можете делать. И вот это очень сильно разделяет, вообще говоря, людей. То есть каждый человек для себя сам решает. И главное, что это вопрос о ценностях. То есть люди, они не всегда согласны с какими-то рациональными обсуждениями. Если вы большой сторонник, например, динамической типизации или других либеральных ценностей, отсутствие схемы в базовых данных, например, когда можно записывать любые данные, то вас очень тяжело убедить, что наличие схемы в базовых данных или наличие статической типизации – это хорошо. И наоборот. Но я предполагаю, что среди вас большинство либералы, как вот вы себя ощущаете. Поднимите руку, кто из вас либералы. Так, ну около половины. А поднимите, пожалуйста, руку, кто консерваторы. Совсем мало. Остальные центристы, будем считать, неопределившиеся. Отлично. За кого голосовать на ближайших выборах. Давайте перейдем дальше. Вот язык Python. Python, с одной стороны, язык с динамической типизацией, в котором есть разные средства метапрограммирования, о которых я сегодня, безусловно, скажу. То есть с точки зрения самого языка Python, казалось бы, должен был быть причислен к таким достаточно серьезным либеральным языкам. Однако в сообществе программистов на Python есть такая удивительная вещь, что оно вообще, это сообщество тяготеет скорее к консервативным ценностям. То есть язык сам позволяет делать вам все, что угодно, в то время как ценности сообщества, что вы на самом-то деле должны делать, при том, что вам язык позволяет делать все, они ограничены. И вот это ограничение, оно и более ярко проявляется в документе Zen of Python, который вы все знаете, его очень много цитируют, что там вот можно делать. Заметьте, что это правила, да, они ограничивают вашу жизнь. Они говорят, как вам нужно делать, чтобы все было хорошо. То есть это вот как раз такой элемент консерватизма. И как раз поэтому интересно посмотреть на то, как в Python применяются вот эти вот динамические особенности языка и как программисты на Python сами себя любят ограничивать, чтобы добиться, ну не знаю, больше безопасности, чувства уверенности, понимания кода. Вот этот документ, он не очень большой, просто чтобы напомнить, как он выглядит. Import this. И, соответственно, какие здесь ключевые темы, которые затрагивает этот документ. Ну, во-первых, ключевая тема про читаемость. То, что код должен быть дико понятным. Чем понятнее код, тем лучше. Если он очень простой, если очень просто объяснить какую-то идею, то это очень высоко ценится. То есть чтобы код мог понять сам человек спустя, не знаю, год после того, как он его написал, и чтобы его могли понять товарищи по команде. Еще одна ценность – это простота. То есть не надо перемудрять, потому что если вы действуете на пределе своей сложности при разработке, то при отладке все становится намного сложнее, и там предела вашей сложности уже не хватает, и вы сами себе выкапываете могилу тем самым. То есть это вот такая тоже ценность, стремиться к наиболее простым реализациям, даже, может быть, ценой потери эффективности. Ну вот как бы все это еще основывается на такой мотивационной части. Сюда при… Не знаю, приделали, если сказать не очень красиво. Такую философию, философскую идею о том, что код должен быть красивым. И вот что значит красивым? Это, опять же, не значит крутым, как, например, у программистов на Рубе. Вот это очень круто, крутой фреймворк, нужно его всем использовать. Это не значит, не знаю, корректный, правильный, как угодно. Это именно категория красоты. То есть культура программистов Python воспитывает в вас вот такую вот тягу к чему-то красивому. И вот этот идеал красоты воплощается как раз в таком языке, в котором вам, казалось бы, все разрешено, но вы сами себя ограничиваете и тем самым достигаете вот этой красоты. То есть действительно zen-идея, в общем, такая. Ну и вот понятие Pythonic, то есть код, написанный в питоновском стиле, она в некоторой степени вот это вот отражает. Ну вот давайте начнем с простого примера. В общем, он не имеет особого отношения к динамике, но позволяет немножко почувствовать дух этого zen-ов Python. Вот импорты. В питоне есть явно импорты, как вы знаете. В других языках их нет. В Ruby есть include, в C есть include. Там, не знаю, в PHP вообще глобальная простая смена, куда все что угодно можно писать. Вот в питоне это не так. То есть люди явно, кропотливо импортируют все функции, которые они хотят использовать. А если им нужно использовать очень много функций, то они импортируют сам модуль, вот как в случае с NumPy, называют его более коротким сочетанием, чтобы меньше писать, и потом используют np.sinus, например, или еще что-то такое. Это как раз знаменует один из основных принципов zen-ов Python, явное лучше, чем неявное. Но есть и исключения из этого правила. То есть, опять же, частота не всегда является самым хорошим. Это как раз нижний случай, который здесь описан. На самом деле иногда нужно, чтобы быстренько что-то заимпортировать, что-то попробовать, особенно в интерактивном сеансе. Поэтому есть звездочка. Но, как вы все знаете, в прикладных программах, по крайней мере, ее использовать не рекомендуется. То есть, может, в библиотеках, когда слишком долго написать все эти строчки импорта, но это всячески не рекомендуется. То есть, вот особенность языка, которая вроде как есть, но использовать ее не надо. Ну и плюс есть функции, которые уже сразу видны, built-in функция len и open. Но это, опять же, исключение для очень маленького множества, чтобы там ради такой ерунды не приходилось что-то импортировать. Ну вот сейчас, собственно, я поговорю о том, какие есть динамические приемы, и скорее вот в контексте того, когда их стоит использовать, а когда не стоит, не особо глубоко поясняя их суть. Ну, затем вот, собственно, подведем какие-то итоги. Значит, начнем мы с такой большой темы поиск символов. Здесь будет очень много примеров, как в Python какое-то символ, какое-то имя ассоциируется с каким-то значением в самых разных контекстах. И вот пример такой первый – это механизмы импорта, о которых вот только что мы начали говорить. Значит, в Python, как вы знаете, можно настраивать пути, откуда импортируются ваши модули. Есть перемена Python Path, есть в модуле Sys словарь или список путей Path, в который можно добавлять дополнительные пути. И вообще говоря, ничто вам не мешает в рантайме во время выполнения вашей программы добавлять туда в этот список новые значения. Таким образом получать, не знаю, новые места, откуда вы можете импортировать питоновские модули. Очень здорово. Более того, есть примеры, когда это действительно полезно. Вот, например, наверняка все знают, что такое virtual length, который позволяет создавать изолированное окружение. И вот там без этого никак. То есть очень удобно, когда у вас там есть веб-сервер, вы можете создать изолированное для него окружение и никак не зависит по библиотекам от библиотек, которые, например, установлены на системе. Вот здесь это очень к месту. То есть, казалось бы, такая вещь, которая открывает доступ к тому, чтобы все поменять. Чем отчасти мотивирован вообще такое решение дать доступ пользователям к расширению импортов. Ну, помимо того, что вообще Python как язык не должен ничего особо ограничивать, это все очень легко отлаживается. То есть даже если у вас есть какой-то модуль, который вы не знаете, откуда он произошел, вы можете в рантайме во время выполнения программы посмотреть на имя файла, откуда этот модуль был взят, если он был заимпортирован стандартным импортером. Ну и все-таки, несмотря на то, что есть вот разные там сторонние библиотеки, то же самое virtualenv, Python всегда стремятся ограничить пространство возможных решений, которые человек может принять, чтобы он выбирал наиболее очевидное решение, которое все поймут. Поэтому вот начиная с Python 3.3, который вышел не так давно, наверное, в октябре, добавляется PyVN, который, в общем-то, функционально почти что соответствует вот этому стороннему модулю virtualenv. Полезная штука. Еще про импорты. Механизмы импорта через импорт хуки, то есть места, в которые можно добавить свой собственный способ импорта. Есть некий протокол, как это все делается, то есть можно создать свою функцию, которая говорит, как найти модуль, создать свою функцию, как загрузить модуль. Но вот здесь уже начинаются такие очень неявные моменты. Откуда эти модули могут браться? Это не обязательно файловая система. Это может быть все, что угодно. Это можно по сети импортировать модули, например, если вы напишите соответствующий код. Можете, я не знаю, сделать какое-то версионирование этих модулей, все что угодно. То есть в частности в тех презентациях, с которых я начал, с тех докладов, там это все есть, можно почитать подробнее, как это работает. Но смотрите, зачем это надо делать? Ведь это же фактически… Вы тем самым делаете обычную привычную конструкцию, импорт имя модуля, очень неявный, потому что программист, который будет читать этот код, он не поймет, что происходит. И поэтому вот эти вот все вещи, хотя это выглядит интересно, импортировать прямо проект с гитхаба, не устанавливая его на свой компьютер. Но это очень провокационно. То есть программист на пайтоне должен умерить свой пыл и использовать… Не менять работу стандартного механизма, оставив это только для каких-то специальных случаев. То есть если, например, я не знаю, в какой-то Unix-системе очень медленно загружаются Python-модули, допустим, потому что слишком много путей нужно просмотреть обычную интерпретатору, чтобы найти тот самый файл, в котором он находится. Все sys.path, все возможные варианты расширения файла, это очень много хождения по файловой системе. И в принципе может возникнуть идея у разработчиков операционной системы, там какой-нибудь дистрибутива Linux, давайте мы будем кэшировать эти пути. Вот с помощью этого механизма это можно сделать. Но опять же это сделано для того, чтобы дать возможность поменять систему в некоторых исключительно случаях, не предназначенных для рядового программиста. Пойдем дальше. Таблицы символов. Но вот с этим может быть очень много кто сталкивался. Это небезызвестные функции globals и locals, которые возвращаются словари, dictionaries, в которых содержится отображение переменных глобальных локальных пространствах имен, в их значения. И вот можно делать всякие разные вещи, типа того, как, например, можно получить доступ к именам объектов. То есть у вас есть локальные какие-то переменные, но они, естественно, не знают, как их зовут, то есть какой переменной они присвоены. А вот при помощи кода в верхнем цикле for вы можете пройти по этому списку, получить имя и значения, и, например, если у переменной есть метод setName, то установить ей свое собственное имя, если это какой-то объект. Тогда он будет знать, какому имени его присвоили. Не знаю, зачем это может быть полезно, но такое написать можно. И вот именно потому, что непонятно, насколько это полезно, насколько это получится читаемым, такими вещами лучше не злоупотреблять. Ну вот, например, шаблонов, если у вас есть какая-то система шаблонов, которая рендерится, обычно там есть контекст, то есть те переменные, которые вы будете в шаблоне использовать. Обычно это dictionary, имя-значение, имя-переменные, и значение, которое вы хотите отобразить. И обычно их передают явно. Но вот в принципе при помощи функции locals можно наводить локальных переменных, там юзер равно, там мы получили пользователей из базы данных, там какие-то блокпосты тоже получили из базы данных. А потом просто передали вот такой вот вызов функции locals, который вернет словарь с локальными переменными. И все они у вас будут доступны в шаблоне. Казалось бы, здорово, но здесь вы начинаете писать неявный код. То есть такой код, который вот когда программист его будет читать, он его может сразу не понять. Здесь пока что неявность локальная, то есть вы посмотрев контекст одной функции, можете понять, что происходит на самом деле. Но вообще говоря, черт его знает, какие туда переменные попадут, какие вы там наводили временные переменные, в цикле for какой-то счетчик завели, он тоже в шаблон попадет. То есть здесь начинаются уже такие неявные вещи, и Zen of Python нас от этого предостерегает. И вот в частности в самом Python, когда вот расширяли синтакси сформатирования строк, пример внизу, функция формат, тоже решили, что давайте мы не будем делать какую-то строковую интерполяцию, как например в Ruby или в CoffeeScript или в других языках. Давайте у нас явно будет писаться, что вот мы user равно user, пользователь, который есть. Естественно, можно непосредственно присылать переменную какое-то выражение, которое вычислится и окажется в шаблоне. Но вот решили, что лучше мы явно уж напишем. Для программистов на Python не так страшно написать слово user три раза в данном случае. Это не очень страшно. Дальше. Поиск атрибутов. Вот мы сейчас говорили про отдельные имена, которые у нас появляются сами по себе, неквалифицированные имена, то есть имена без точечек. Сейчас здесь пойдет речь о доступе к полям классов или объектов каких-либо. Вот есть две такие функции сетратор и гетатор, которые позволяют получить доступ к атрибуту объекта по его имени, текстовой строке. И вот типичным использованием, которое в Python было достаточно популярным, и до сих пор остается популярным, несмотря на то, что как бы уже основатели языка нам говорят, что давайте вы от этого отказывайтесь постепенно. Тем не менее. Таким был распространен прием утиной типизации. Когда вы берете объект, и вместо того, чтобы проверять какого он типа, то есть действительно ли этот объект является уткой, вот утиная типизация, пример с утками, вы вместо этого проверяете, умеет ли этот объект издавать утиные звуки. И если да, умеет, то этот объект вам подходит. То есть вам не важно, какими дальше его свойствами обладает, важно, что он похож на утку тем, что у него есть метод крякость. И вот этот прием с утиной типизацией был очень широко используем, раньше вообще дико широко, и до сих пор часто применяется. Однако язык развивается, и утверждается, что это относительно динамическая вещь. Здесь вам нужно явно каждый раз перечислять все эти поля. Давайте мы введем стандартный механизм в языке, который позволит нам от этого отказаться. И перейти к такой модели, больше похожей на вот такие вот консервативные языки типа Java. Давайте мы введем абстрактные базовые классы ABC. Есть стандартный модуль ABC, есть расширение языка. Для этого предназначенные метаклассы позволяют преопределять функции проверки того, является ли объект экземпляром класса. Но вот в данном случае был пример не про утки, на самом деле, про словари. Действительно ли это словарь, и можем ли мы из него прочитать ключ методом get. В верхнем случае мы напрямую ломились в словарь, а в нижнем случае мы проверяем, действительно ли x это отображение. То есть нечто чуть шире, чем словарь. Такой абстрактный базовый класс из стандартной библиотеки. И вот теперь способом, который Вида Ван Росом говорит, надо писать код так, является вот такой способ, что вообще говоря не очень привычно. Тем не менее, это хорошо с той точки зрения, что вы здесь можете более явно показать, что вы хотите сделать. Вместо того, чтобы проверять какой-то отдельный метод, и там человек должен догадываться, что происходит, здесь явно говорится, мы хотим коллекцию, которая является мэппингом, отображением. Еще один пример, вот такой более сложный, и еще ближе приближающий Python к статическим языкам типа Java и C++. Это шаблон visitor. Шаблон из объектно-ринейственного программирования. Особо вдаваться в детали не буду. Шаблон для того, чтобы обходить дерево из объектов разнородных, объектов разных классов. Вот, например, абстрактное синтаксическое дерево самого Python. В Python есть доступ к абстрактному синтаксическому дереву, о чем я еще скажу. И вот в данном примере, это пример вообще из стандартной документации по Python, показано, как, собственно, реализован этот visitor. То есть мы для того, чтобы посетить каждый отдельный узел, динамически формируем имя метода, который мы хотим вызывать при помощи вот этого самого гетоатра. То есть мы формируем метод visit, нижний подчерк и имя узла, который мы хотим посетить. И если такой метод есть, мы его вызываем. И за счет вот такого как бы написания кода в динамическом стиле мы получаем возможность писать очень короткие классы visitor. Обычно, если вы пишете на Java или на C++, это достаточно объемный код. Нужно сделать много работы, прежде чем получить к этому всему доступ. Но вот в данном случае это так очень компактно, кратко. Но вот опять же, это динамика. Но это динамика, которая здесь необходима. Особо короче тут, или там понятнее сильно не напишешь. Дальше про поиск атрибутов. Вот можно переоптелять не только извне к атрибутам получать доступ, но и изнутри класса. То есть класс сам решает, что у него есть за атрибуты. Тоже достаточно распространенная конструкция. И еще один пример из стандартной библиотеки Python. Есть модуль XMLRPC, который позволяет совершать удаленный вызов процедуры по соответствующему протоколу. И вот вы получаете сервер, ссылку на сервер, и дальше вызываете его поля и методы, как будто они у вас локально определены, как будто есть действительно класс сервер, у которого есть поле examples, и у которого есть метод, там процедура get airport name. Написано не в питоновском стиле имя, потому что мало ли на чем этот сервер, там на Java. И поэтому разработчики серверной части назвали его так. Вот. Здесь все исключительно динамическое. То есть на самом деле не существует никакого такого класса, не существует никаких таких полей, но это нормально, потому что это то, как ожидает человек, программист, видеть код, который использует удаленный вызов процедуры. Удаленный вызов процедуры, в конце концов, вызов какой-то процедуры. Вот здесь так и написано. Мы бы могли, вообще говоря, динамически конструировать, там, не знаю, кадр протокола, который нам нужно отправить, вот этот XML, чтобы его послать по сети, как пакет. Могли бы, не знаю, не писать вот эти вот имена здесь явно, как атрибуты объектов, а могли бы формировать, не знаю, динамически то, что нам хочется получить. Но в данном случае вот такой вот подход через переопределение доступа к атрибутам работает хорошо, потому что он полностью соответствует ожиданиям программиста. В этом смысле вот, не знаю, Python предлагает такой способ делать вещи, которые и так должны бы были выглядеть соответствующим образом. Сейчас чуть более редко используемая вещь, если до этого getAtrer, setAttribute, все эти методы, они по крайней мере на слуху, вот дескрипторы, они менее на слуху, потому что обычному программисту они нужны меньше. То есть в самом-то Python их используют очень много, каждый раз, когда вы определяете свойства через собачку property или просто определяете просто метод класса, уже используются на самом деле дескрипторы. Даваться там особо в детали не буду, скажу лишь, что дескрипторы позволяют переопределить то, о каким образом считывается значение из поля. То есть можно вынести логику считывания значения из поля и описать ее один раз в другом месте, повторно использовать потом для однотипных полей объектов. Но здесь в частности показано, как можно сделать ленивую загрузку какого-то поля. Например, поле вот в примере снизу характеризует какое-то содержимое файла по такому пути, и нам нужно его зачитать, этот файл. Но только тогда, когда он действительно нужен, потому что мало ли, не знаю, не понадобится. Поэтому мы делаем вот такую ленивую загрузку, мы вводим дескриптор lazy file, и, соответственно, через такой простой код мы можем повторно использовать его для любых полей файловых, которых нужно лениво считывать. То есть, опять же, удобно, но уже опасно. Почему это опасно? Вот посмотрите на код, который мы здесь видим. Как это на самом деле потом в коде используется. С создали новый объект и получили доступ к атрибуту config. Здесь нигде ничего не говорится, что это какой-то нестандартный атрибут. Ведь этот код не обязательно должен быть написан рядом. Скорее всего, это будет где-то совсем в другом месте. И вы по этому коду не догадаетесь, что здесь используется еще какая-то логика. То есть, вам нужно сделать здесь три действия. Первое. Перейти от определения config к определению его, от использования config к определению его в классе. Увидеть, что ему присваивается какое-то значение вызов какой-то функции. Перейти к этой функции и понять, что она реализует дескриптор протокол. То, что она переопределяет метод двойной подчерк get. То есть, это достаточно неочевидно. Вам нужно три раза пойти куда-то, чтобы узнать, что здесь происходит. Если только вы к этому не привыкли. Именно поэтому в Python, скажем там, собачка property никого не удивляет, потому что все знают, что это делает, что эта конструкция делает, и уже не надо идти проверять, что это действительно дескриптор, что там что-то возвращает. Большинство людей про это даже не думают. То есть, когда это очевидно, когда это просто читается, слава богу. Если это читается сложно, то здесь надо десять раз подумать, Следующая вещь, не знаю, на мой взгляд, еще более редко используемая, это метаклассы. Метаклассы, они классы классов. То есть, позволяют задать как бы шаблон, по которому формируется класс. Так же, как обычный класс, задают шаблон, по которому формируется объект. То есть, определить, какие у объекта будут методы, какие у него будут свойства, какое у него будет поведение. Здесь то же самое, только для класса. Вот это вообще такой еще менее явный механизм, но он проник в стандартную вилетеку Python. Вообще, это такая особенность языка очень спорная, потому что, не знаю, менее явную вещь придумать тяжело. Причем это вот введено в сам язык, это очень много где используется, и это неприятно. То есть, в данном случае у нас появляется возможность создавать свои метаклассы, переопределять проверки для наследования. То есть, мы фактически не вводим никаких методов, но вот сами, но наследуемся от этого, говорим, что у нас будет вот такой метакласс ABC мета, то есть abstract-based класс мета. И у нас, у класса C магическим образом появляется метод register. Что интересно, что у класса этот метод есть, а вот у объекта этого класса этого метода нет. Что, вообще говоря, подозрительно. То есть, такого не бывает. Если бы не метакласса, такого бы быть не могло. Вот, то есть метаклассы, они вводят какое-то новое поведение, которое при, не знаю, первом знакомстве это точно поставят в тупик, но и впоследствии, когда вы будете видеть объект метакласса, у вас могут быть, могут возникнуть проблемы при отладке такого кода. Ну вот, например, где их использование можно, ну, как-то оправдать. Вот есть такая библиотека, тоже не стандартная библиотека Python, но тоже некая библиотека для описания бинарных протоколов, кадров бинарных протоколов, таких как TCP, IP, ICMP, вот эти вот сетевые передачи данных, там, где нужно биты правильно положить в пакет. Вот в Python есть модуль struct, который позволяет запаковывать вот как раз таки байты, биты там с нужным порядком байтов, но хочется как-то высокоуровнево описать структуру пакета, чтобы мы могли сказать, что вот в этом месте кода у нас декларативно описана структура пакета. И вот здесь приведен фрагмент описания такого TCP пакета с соответствующими полями и сделано это через метаклассы на самом деле. Догадаться об этом сложно, потому что если вы смотрите на этот код, это обычный класс, но он наследуется от класса packet. Если вы пойдете в класс packet, вот там будет написано, что это на самом деле класс, у которого настроен метакласс. То есть степень явности большая. Что происходит не очевидно. Вместо этого на самом деле проще сделать декоратор, который теперь в Python можно декорировать классы. Это позволило бы вам явно сказать, что вот конкретно для этого класса TCP что-то происходит. То есть когда вы хотите изучить его структуру, здесь по крайней мере явно сказано, что здесь происходит с этим классом. Я напомню, что декораторы, они фактически оборачивают только один класс, а вот наследника уже не обернут, потому что это все действует на уровне одного класса. У наследника все будет как обычно. Декораторы не наследуются, естественно. Просто вызов функции. То есть в данном случае в язык был добавлен механизм, он сомнительный. Зачем он был нужен, непонятно, но вот видимо для того, чтобы все-таки реализовать вот эту идею с явной проверкой на из-инстанс, чтобы программисты на Python перестали использовать утиную типизацию. Вызывают вопросы. Ну, теперь перейдем к таким еще более магическим приемам, связанным с доступом непосредственно к интерпретатору Python. Ну вот котики здесь тоже должны быть, поскольку все-таки про политику у нас сегодня немножко. Вот, например, стековые кадры. Стековые кадры или по-английски stack frames. Это такая вещь, состояние интерпретатора для данной функции. То есть она содержит в себе переменные для данного кадра стекового, ссылку на текущую выполняемую в коде инструкцию в данном стековом кадре, ссылку на объект с кодом, по которому можно понять, что это за инструкция. То есть, условно говоря, это вот те самые кадры, которые кратко упоминаются в виде одной строчки, когда у вас происходит исключение. То есть у вас что-то выпало, у вас вот идет срез по тому, как вы проходили через эти стековые кадры. Так вот поэтому динамически представляет вам возможность залезть в стековые кадры вашего интерпретатора и что-то с ними сотворить. Здесь можно делать много разных интересных вещей. Очень кратко про то, что можно, без особого пояснения, почему это так. Вот, например, можно сделать нелокальный доступ к символам. То есть раньше мы при помощи globals и locals приопределяли функции либо в своем локальном пространстве имен своей функции, либо в глобальном пространстве имен, в крайнем случае. А здесь мы можем приопределить символы в пространстве имен того, кто нас вызывает. Откуда мы знаем, кто вообще вызывает нашу функцию? Мы написали библиотеку, ее вызывает пользователь. Мы вообще понятия не имеем, что у него за код. Тем не менее, мы можем туда влезть и что-то сотворить. Но вот здесь это используется в простом виде, чтобы понять, что происходит. Значит, берем фрейм на один уровень выше и лезем туда в словарь locals, добавляем туда значение по такому-то ключу. То есть таким образом у нас появляется функция, которая в локальной, в этой области видимости имеет возможность добавить новую переменную. Ужасно. Достаточно страшно. Здесь не страшно. Но смотрите, что можно сделать с этими вещами. Например, можно сделать оптимизацию хвостовой рекурсии, о которой мы недавно послушали. Это вообще меняет в принципе то, как язык рекурсивно вызывает функции. Различие вашего кода с доступом, обычным доступом к этому стековому фрейму будут настолько же велики, насколько сильно отличается стеклос-пайтон от обычного сипайтона. То есть стеклос-пайтона вообще нет стека, свой механизм работы со всеми этими вещами. Здесь у вас тоже появляется вот такая вещь, не знаю, из мира функционального программирования. Она, правда, будет очень медленно работать, но так сделать можно. Если там интересно, вот в тех презентациях рассказывалось, как это сделать. Это ужасно. То есть это вообще меняет представление человека о том, как работает код. Значит, еще одна страшная вещь, тоже взятая из похожих динамических языков, очень либеральных. Я не помню откуда точно. Не то из Perla, не то из PHP. Простите, недостаточно хорошо с ним знаком. Вот, например, можно написать такую функцию f свою собственную, которая в зависимости от того, как ее вызывают, будет делать разные вещи. Вот если ее просто вызвали и ничего не присвоили, она сделает что-то одно. А если вы в своем коде, когда вызывали эту функцию, присвоили ее переменную, она будет делать что-то другое. Но вот, опять же, в одном из этих языков это используется таким образом, что вот если вы присвоили значение, то она его вернет. А если не присвоили, она его напечатывает в stdout. Представляете себе, какой ужас. В зависимости от того, что вы там присвоили или нет, у вас изменяется поведение вашего кода. Это очень динамическая вещь. Программисты на питоне, это, не знаю, страшно, это опасно. Это нарушает принцип того, что у вас по коду должно быть понятно, что происходит. Вот если вы увидите вот такой вот вызов функции, вызвали функцию f, или вызвали функцию y равно f. Вам в голову не придет, что там кто-то на нужное количество стековых фреймов поднялся и что-то здесь проверяет, а не является ли следующей инструкцией, которую выполнить интерпретарь, инструкция присваивания переменной. Ужасно. Но это полезно для отладки. В частности, вот есть система шаблонов Jinja, неплохая, в которой есть режим отладки, который печатает строчки в шаблоне, где произошла ошибка. Вот это из доклада Армина Ронахера, ее автора. И он это сделал как раз через доступ к этим стековым кадрам. То есть он динамически может посмотреть, потому что Jinja компилируется в питоновский код, но в этом питоновском коде, естественно, строчки не соответствуют Jinja-коду шаблона. Это там намного больше, видимо, строчек должно получаться. Но за счет ползания по скоблу он может найти соответствие тем самым строчкам, с которых он начинает. Например, добавив комментарии или еще каким-то образом. И потом, найдя их в синтаксическом дереве той функции, которая, собственно, у него сгенерирована. То есть сложные вещи, они хороши для тестирования, для атлятки, но не дай бог использовать вот в вашем коде какую-то там, не знаю, манипуляцию со стеком. Очень страшно, очень опасно. Более того, эта штука называется снижним подчерком. Это еще один пример как раз такой динамической особенности Python. В Python вообще говоря, нет, да, protect от переменных, private переменных. Ну, есть private, но все равно к ней можно получить доступ, если захотеть. А protect это точно нет. Но есть конвенция, по которой, если у вас перемена начинает с нижнего подчерка, трогать ее не надо. То есть можно, но не нужно. Это как раз пример консервативного подхода. То есть сочетание либерального языка с консервативным правилом. Теперь интерпретация кода. Давайте уже свой код выполнять. Хватит смотреть, что там Python за нас выполняет. Давайте свой. Вот есть всякие разные функции стандартные. Val, exec, exec файл. В Python 2 одна из них ключевое слово, неважно. Python 3, они все функции. И здесь предлагается делать вот что. У вас есть строка. Просто обычная строка, а мы будем ее вычислять. То есть у нас фактически во время того, как программа, не знаю, во время компиляции, условно говоря, в Python тоже есть какая-никакая компиляция чуть-чуть, у нас вообще нет этого кода. Этот код появляется только во время выполнения. Во время выполнения мы говорим компилятору, скомпилируй, вот новую такую программу. X равно 42. И выполни ее. С такими-то переменными в качестве контекста. Ну вот, взятыми отсюда. И он действительно ее выполнит. То есть у вас появится какая-то там новая переменная. И при этом кода, который соответствует вот этому всему, его в принципе нет. Да, он не существует. Он существует только во время выполнения программы. Очень опасно. Однако, это можно использовать полезно. Вот в частности, тоже вот был доклад про то, как можно делать разные конфигурационные файлы. Можно сделать конфигурационные файлы на языке Python и потом их выполнять. Так вот для того, чтобы их выполнять, чтобы не добавлять в Python пас, не грузить их как модуль, не делать какие-то конвенции, именования, давайте мы просто вот этот файл возьмем и выполним динамически. Динамически его скомпилируем и запустим. Неплохо. Вообще кое-где так и делается во всяких там системное администрирование, там, не знаю, установка пакетов на кластеры, там системы типа, не знаю, ну, типа Puppet. Недостаточно хорошо с ними знаком, но там такой подход используется. Однако некоторые люди пытались использовать такой подход в веб-программировании или еще вот в таких вот системах клиенцированных, чтобы дать пользователю возможность писать собственные макросы для того, чтобы в программе что-то делать. То есть представьте себе пользователь, ну, кого-нибудь сайта типа там, я не знаю, Facebook, ВКонтакте, там, какие угодно. Он хочет написать там какое-то свое действие. Например, если мой знакомый входит онлайн, мы там себе там что-то покажем или ему что-то пошлем, какую-то интересную ссылочку каждый раз будем кидать. То есть пускай пользователь будет на питоне писать скрипты для вот таких. Это очень небезопасно. Здесь столько есть динамических лазеек, как можно по стеку куда-то уползти, получить через кучу объектов, там, доступ к модулю стандартного built-ins, вытащить оттуда функцию компиляции, которая все что угодно он скомпилирует. Можно таких бед натворить. Просто вообще ужас. И вот в области безопасности, security, там консервативность ценится очень высоко. Поэтому здесь этого делать не надо. Для конфигурационных файлов на своей машине, пожалуйста. Так нет. Ну и давайте уже там совсем углубимся в то, как работает интерпретатор. Посмотрим вот на абстрактное синтаксическое дерево, как к нему получить доступ. Вот здесь в частности мы берем и преобразуем, компилируем выражение y равно x умножить на 4. И, например, хотим заняться тем, что будем, не знаю, умножение заменять сложением. Потому что это быстрее на процессорах, не знаю, ARM. То есть будем делать какую-то оптимизацию кода. Нам не запрещают. В Python у нас есть модуль compiler, который позволяет компилировать код в абстрактное синтаксическое дерево, в древовидную структуру, вот как раз ту самую, по которой visitor был. И, пожалуйста, вы можете делать все эти операции, анализировать дерево вашей программы, подменять ему узлы. В общем, никто не запрещает. Но вообще это очень страшно. Это очень ужасно. Здесь можно так и бедно творить. Тоже вот примерно такие же, как на предыдущем слайде. То есть все это приемы очень динамические. И вот эту часть, связанную с интерпретатором, вообще не рекомендуют использовать. То есть если почитать вот эти правила, если почитать советы Python core девелоперов, они всячески предостерегают. То есть где-то там в стандартной библиотеке глубоко, где нужно какую-то оптимизацию провести, да. Но в пользовательском коде нет. Ну и еще немножко. Политики. В качестве заключения давайте немножко порассуждаем над тем, что же такой за язык получается Python и почему мы его любим как программисты на Пайтоне. Получается умеренно либеральный язык. То есть язык, в котором мы в общем-то ничем не ограничены. То есть наша душа либералов довольна. Если нам надо, мы можем сделать все, что угодно. Но с другой стороны, есть конвенции. Именно благодаря этим конвенциям мы можем друг друга понимать, мы можем работать в командах. И нам кажется, что мы делаем это эффективнее, чем программисты на других динамических языках. Но вот здесь надо, не знаю, сделать такое предостережение, то что вообще говоря, не знаю, многим радикальным сторонам этого лагеря языкового, программистам на Ruby, программистам на Haskell, даже на Java, свойственно обвинять других в том, что они плохие. У них что-то не так. Они там, не знаю, огородят какой-то динамический код, monkey patching, черт, как так можно. Или наоборот, у вас там Java, куча классов, там ничего нельзя сделать, там вообще очень страшно все выглядит. Программисты на Python, они тоже могут покритиковать, но мы делаем это очень умеренно, потому что мы знаем, что и у тех, и у других можно чему-то поучиться. То есть это вообще важно, что мы не какие-то радикалы безумные, которые на всех бросаются с топорами, когда они скажут, а статическая типизация лучше всех. Нет, у нас подход такой. Вот в частности, из статических языков, из таких как там C, Java, C Sharp, Objective-C и прочих, мы берем консервативные достаточно средства. Во-первых, средства статической типизации. Я напомню, что в Python community есть такой проект CITON, который позволяет писать сишные расширения на Python. И вот в нем используются как раз статические типы. И мы к этому хорошо относимся. Мы считаем, что это отличный инструмент, который позволяет повысить производительность критичных к этому участков кода. Мы его любим. Поэтому мы, не знаю, с уважением относимся к статической типизации в некоторых местах. Опциональные типы. То же самое в Python 3 добавили, например, аннотации к типам. Их, конечно, можно использовать как угодно согласно либеральной традиции, но можно писать там типы. И потом, более того, их можно проверять. Их можно, я не знаю, использовать просто в целях документирования. То есть мы это тоже используем. Мы не боимся указывать статические типы, потому что этот язык достаточно консервативен. С другой стороны, от либералов мы берем различные практики тестирования. То есть в Python, в стандартной библиотеке есть модули для юнит-тестинга, есть всякие сторонние модули, которые пытаются улучшить это все. Более того, Python сообщество там медленно, но постепенно адаптирует некоторые команды подход behavior-driven development, то есть разработка на уровне поведения, когда описываются сначала функции, фичи, которые нужно разработать, и потом пишется код, который соответствует, как бы выполняет эту выполняемую спецификацию. Вот проекты типа Qcumber или Letchus. Тоже вполне возможно. То есть мы не говорим, что нет, у нас вот, не знаю, есть уже типы, хватит с нас, никаких тестов писать не будем. Нет, мы делаем и то, и другое. Этим вот язык хорош. Ну и плюс мы знаем, что другие языки тоже есть, и программисту на Python не составляет труда, не знаю, заняться проектом на Ирланге, заняться проектом на Java, господи, пожалуйста, на JavaScript, клиентскую часть. То есть мы, конечно, можем, не знаю, там, иронически иногда подшучивать на этими языками, но все понимаем, что для каждого дела хороший свой инструмент, а их много, ими нужно всеми пользоваться и брать лучшее от обоих миров, от мира консерваторов и от мира либералов. Ну вот тут еще немножко шутка про политику. И я на этом закончил. Спасибо.